До всех на моем канале. Давайте посмотрим послание от духов рода на 16 число. Долго, далеко, далеко. Смотрите. Неужели последние? Вот они. Девять карт. Так, здесь показывает сразу, смотрите. Покажу сразу карты воин. Показывают воинам, воительницей. Те, кто будет смотреть расклад. И здесь карта подчинения. Знаете, есть третьи лица, которые мешают вашей жизни. Но знайте, что вы под защитой. Знаете, третье лицо, которое как хотел бы как вас подчинить. Смотрите, три карты всего осталось. Я, наверное, их не буду. Так вот их положу. Будем рассматривать, как обычно, девять карт. Очищение кольцом. Безденежье зелье рот. Смотрите, как так и идет карта зелья. Лабиринт, тяжелые ноши и воровство. Ну, смотрите, здесь кого-то предупреждают. Расклад, конечно, не для всех. Но кому-то, кто, знаете, кто как. Может быть, в каком-то противоборстве с кем-то, с третьими лицами. Здесь говорит о том, что нужно очищать свое семейное отношение. Возможно, своего мужа. Знаете, кто-то вам как, смотрите, безденежье глаз и воровство. Кто-то хочет вас оставить, знаете, как с пустой, пустым кошельком. Здесь как на безденежье воровство забрать ваше. Лабиринт, тяжелые ноши и воровство. Смотрите, посадить в лабиринты. Очищение зелья. Знаете, заговаривайте здесь травку. Есть много заговоров, вы можете найти все это в интернете. А можете воспользоваться заговором. Есть такой заговор. Один сеет, один рвет, один принимает. А сей я трава с Божьей помощью очищает. Во имя Отца и Сына, Святого Духа, Аминь. Можете заговаривать. Говорите, этот заговор на траву. И пейте травку. Потому что очищение через зелье. Знаете, как будто это предупреждение от духов рода. Много здесь и хороших карт. Но вот сегодня предупреждение такое. Было новолуние. Возможно, здесь привели какие-то ритуалы. Знаете, что вы все равно выложите последние три карты. Знаете, это третьи лица. Третьи лица, которые хотели бы видеть вас в униженном состоянии. Вот знаете, вот это все на вас повесить. Возможно, переложить свое здесь даже. И видеть вас в униженном состоянии. Знаете, какую-то непосильную ношу. Чтобы вы не видели выхода. Лабиринты тяжелые ноши. Вот еще и воробство из глаз. Вот это все нужно снимать. Ставьте свечку. Можно напротив огня сидеть. Просить огонь забрать. Это все работает. Церковь, срокауст. Поставьте свечку за своих врагов. Себе за здравие. За здравие своих родных, близких. И свечку за врагов. За здравие врагов. Именно за здравие. К любой иконе, который вам захочется. Ну, лучше Николай Чудотворцу. Так что здесь карта не очень хорошая. Это вот энергия от этого новолуния. Смена луны. Возможно, кто-то вам здесь предупреждение провел ритуал. Вам нужно очищаться. Очищение вышло самой первой картой. Возможно, сделано здесь на семейные отношения. Чтобы у вас в семье были. Отношения были тяжелые, плохие. Да, когда не имение денег. То, естественно, появляются и ссоры. И могут и разводы. Но здесь вас, смотрите, показывают все равно воинам. Понимаете то, что вы сможете. У кого-то депрессии. Это все просто снимается. И все это все уходит. Вот такое было вам послание духов вашего рода. Смотрите, для кого-то проиграется. Это проиграется не для всех. Это для людей, которые действительно знают, с кем они. Возможно, живут. Да, может быть. Это могут быть и соседи. Это могут быть родственники. Родственники мужа. Кто вас так не любит. Кто вас так ненавидит. Так что смотрите. Приняйте все равно к сведению. Я говорю, просто возьмите обычную игральную колоду. Пять карт. Если преобладают темные, значит, что-то есть, какой-то негатив. Вы можете сами себя продиагностировать. Если светлые карты, то значит, все хорошо. Вот такой был расклад. Послание вам от духов рода на 16 число. Энергии новолуния очень ищу сильные. Всего вам доброго. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok